Недавно установленный арт-объект «Женщины с коромыслом и ведрами» уже в народе прозвали Екатерина Матвеевна. В честь жены всенародно любимого киногероя товарища Сухова. Памятник ему установлен на третьей очереди набережной. По задумке авторов проекта статуя символизирует нелегкий женский труд, который приходилось выполнять ежедневно, нося воду в дом. В композицию входит также лавочка для жителей и водоразборная колонка. Водоразборные колонки постепенно уходят в прошлое. Практически в каждый дом подведена вода. Этот арт-объект имеет не только историческую ценность, но и является действующим. Проект разработали студенты архитектурно-строительной академии. Идею подал Владимир Бирюков, главный управляющий директор РКС «Самара». Эскизы ребята разработали за несколько дней, но в течение года вносили изменения. Создали арт-композицию за счет благотворительных средств, которые вложили сотрудники РКС «Самара» и партнеры. Ни копейки тарифных и бюджетных денег не потратили. Этот проект был очень интересен для нас, потому что, во-первых, это невероятный опыт работы с заказчиком, работы с самим проектом. И это действительно такой масштабный проект. Нам пришлось выдержать общую концепцию, начиная от женщины, лавки, двух колонок, чтобы они были в едином стиле сделаны. Идей было на самом деле очень много. У нас вообще изначально все планировалось по-другому. Здесь должен был стоять такой красивый навес, но исходя еще из возможностей, мы очень довольны результатом. Мне кажется, получилось очень хорошо. Долгие десятилетия самарцы ходили за водой с коромыслом и ведрами. И сейчас есть жители, которые вынуждены пользоваться колонками. В 2018 году сотрудники РКС «Самара» разработали программу «Вода с улицы в дом», с помощью которой у горожан появилась возможность подключиться к центральному водопроводу по льготным условиям. Сейчас уже демонтировали 327 самарских колонок. Остается еще 619. Подключены к водопроводу 73 дома. В ближайшее время вода появится еще в 287. Колонка водопроводная, она для людей, для меня и более старшего поколения, является, ну, немного даже такой ностальгической. Приятные воспоминания. Во-первых, это детство, это юность, это молодость, да, так скажем. Вот, она навеивает. И когда колонку спасала, когда ты там целый день гоняешь мяч, очень хочется пить, так сказать, дома далеко, а вот она, живительная влага. Данный арт-объект новый стал украшением нашего города, местом притяжения. И очень приятно, что это большая коллективная работа. Сегодня, наверное, день символов, потому что 134 года назад появился первый водопровод, откуда и пошло название на дне именно Сульяновского спуска, и появилась первая водоразборная колонка. Но спустя 134 года мы стоим с вами на этом месте и говорим о том, что пришло время сказать водоразборной колонке спасибо. И все-таки завести воду в дом ко всем людям, которые пользуются услугами колонки. В 21 веке не пристало ходить с ведрами по миллионному городу. Представители РКС Самара планируют оставить в городе действующие только эту водоразборную колонку. На пересечении улиц Ленинской и Полевой. Елена Малютина, Константин Головин. События.